Всем привет! Добро пожаловать на обзор Chevrolet Epica 2010 года выпуска. Приблизительная стоимость данного автомобиля составляет 540 тысяч рублей. Сегодня нахожусь в городе Набережные Челны. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Давайте приступим. Основные конкуренты этого автомобиля это Kia Magentis, Ford Mondeo, Mitsubishi Gallant. Здесь установлено 6 подушек безопасности, комбинированный салон, тканевые вставки и кожаные вставки. Четырехспицевый руль с гидроусилителем руля. Рулевая колонка регулируется только по высоте, механические регулировки имеет. Здесь установлен датчик света. Сейчас давайте включим фары. Противотуманные фары, дальний свет фар. А также включим аварийную сигнализацию. Со стороны водителя автоматическое стекло. Сейчас давайте откроем капот. Хромированная окантовка дверных рамок. Это рестайлинговая модель. Изменен задний блок фар. Также изменилась вот эта накладка. Раньше она была хромированная. Легкосплавные 16-ти дюймовые диски. Размер машины 205 на 60. Задние дисковые тормоза. Диодные указатели поворота. Встроенные зеркала. Галогеновые фары. Хромированная декоративная накладка на фальшивой театрной решетке. Здесь установлен рядный 6-цилиндровый 24-клапанный двигатель. Объемом 2 литра. Мощностью 143 л.с. Максимальная скорость автомобиля составляет 210 км в час. Динамик разгона от 0 до 100 км в час за 9,7. Расход топлива в городском цикле это 11,5 на 100 км в загородном цикле 6,7. Объем топливного бака составляет 65 литров. Привод передний. Передняя подвеска независимая пружинная. Задняя также независимая пружинная. Тормоза передние дисковые и вентилируемые. Задние дисковые. Снаряженная масса автомобиля составляет 1460 кг. Полная масса 1945 кг. Объем багажного отделения составляет 480 литров. Снегазара. Снегазара. Продолжение следует... Задний стоп-сигнал И сейчас, детально рассмотрев экстерьер автомобиля, давайте перейдем к инкарьеру В панелях дверей тканевые вставки Мягкий кожаный подлокотник Вставки под темный алюминий Ниша для вещей Открывание крышки багажника Блокировка стекол Центральный замок Электростеклоподъемники Подсветка дверей Бодическое сидение имеет механические регулировки Продольная По высоте спинка сидения Также имеется поясничный подпор Развитая боковая поддержка Электрорегулируемые зеркала с подогревом Задние противотуманные фары Регулирование яркости подсветки приборов И регулирование угла наклона фар Управление аудиосистемой на рулевом колесе Звук Вставки под светлое алюминий На рулевом колесе Этот автомобиль имеет пробег 54 841 км Сейчас давайте послушаем как звучит двигатель КОНЕЦ Вещевой отсек Он обит тканью Цифровые часы Настройка часов Дефлекторы Также идут пластиковые вставки под светлое алюминий Аудиосистема CD с MP3 Вход AUX Регулировка звука Поиск станции Переключение между различными режимами Посредством Bluetooth связи Можно соединить телефон И принимать вызовы Шесть станций Звук Для штатной аудиосистемы Довольно неплохое сбалансированное звучание Шесть динамиков Кондиционер Регулировка потока воздуха Различные зоны Передний и задний обогрев стекол Рецепуляция Температура Тепельницей перекуриватель Розетка На 12 вольт Ниша для вещей Она прорезиненная Ступенчатая механика С небольшими ходами Легкий рычаг Задний Кожаные оплетки Ручник Два удобных стаканника Один маленький Другой побольше Вещевой отсек Две ниши Кожаный также Салонное зеркало Заднего вида Без оттемнений Макияжные зеркала Без подсветки Подсветка Микрофон для hands-free Контейнер для очков Он обит тканью Как переднего пассажира Так и водителя Будет очень просторно В этом автомобиле Применяется Двухцветный пластик Качество отделочных материалов Качество сборки На добротном уровне В некоторых местах Можно встретить Сочетание Мягкого пластика В некоторых местах Жесткий пластик Но в целом Довольно приятное ощущение Оставляет автомобиль Также отмечу У автомобиля Хорошая обзорность И большие зеркала Сейчас давайте Заглушим двигатель Возьмем ключи Переместимся на задний Отседение Открывание крышки багажника С места водителя Очень даже просторный Второй ряд сидений С обеих сторон Кармашки И сейчас в профиль Вы можете увидеть Эти массивные сидения Почти как на Honda Accord Очень комфортная Тепельница Центральный выдвижной Подлокотник Два подстаканника И ниши для вещей Регулируемые подголовники Подсветка Подсветка Огромный багажник Очень вместительный Запасное кольцо Видите докатки Домкраты Инструменты Ручка Вот с этой стороны Открывание Лечка Бензопака Также С места водителя Домкраты Домкраты Такие же механические Регулировки На пассажирском сидении За исключением Регулировки По высоте Центральный замок И электростеклоподъемник Принудительно Можно закрыть Перчаточный ящик Он с подсветкой Небольшой Сборка Сборка этого автомобиля Вполне неплохой Добротно собранный Седан Бизнес-класса На этом обзор Шевроле Эпика 2010 года выпуска завершен Я надеюсь вам понравилось Подписывайтесь на мой канал Всем удачи Берегите себя Всем хорошего настроения И увидимся В следующий раз